Мы видели эти сообщения. Насколько я понимаю, формальное решение Европейского союза на этот счет не принято пока. Мы усматриваем в этом, к сожалению, попытки и очередные попытки Европейского союза любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, потеснить посреднические усилия нашей страны. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Дело, конечно, суверенно государство выстраивает свои отношения. Вот просто к вопросу о реальных возможностях представителей Европейского союза, да и ЕС в каком-то посредничестве. Восемь лет они не могли, как участники, а речь шла о Берлине и Париже, предотвратить скатывание ситуации вокруг Украины вот в такую горячую фазу. Восемь лет они носили гордое название посредников, вдували щеки, делали заявления, собирали какие-то встречи и ничего. А теперь вы можете сказать, что это они делали в национальном качестве, будучи членами ЕС. Ну, конечно, я согласна, только это гранты, то есть это крупнейшие страны Европейского союза. А теперь непосредственно о роли ЕС в посредничестве. Вот вчера Боррель, главный дипломат Европейского союза, сокрушался, что благополучие ЕСовской экономии закончилось вместе с дешевым и качественным российским газом. И надо как-то теперь будет самим выплывать, особенно учитывая ту физиономию, которую они крючили не только нам, но еще и Пекину. Делать это будет очень тяжело. Ну, это буквально так вот Боррель сказал. А я напомню господину Боррелю о роли его предшественницы. Кто она там была? Графиня, не помню, княгиня, баронесса, госпожа Эштон, которая действительно возглавляла всю вот эту евродипломатию и тоже взяла на себя по поручению от имени всего Европейского союза роль посредника на Майдане. Да, дело давно было. Но было же. Тогда она, правда, была от Британии в Европейском союзе и формировала всю ЕСовскую дипломатическую стратегию. Чем закончилось посредничество Европейского союза на Майдане? Это же тоже. Они вклинились туда. Она ходила по Майдану. Правда, пирожки не раздавала. Видимо, у них на пирожки денег не хватило. Но улыбалась, как могла. За руки, так сказать, они ходили вместе с Юценюком и остальными. Как всегда, размахивали флажками, прикрепляли какие-то там символы, значки. Ну, все, как всегда, в лучших традициях западных пиар-компаний. Ну и что? Где эта посредническая роль? Закончилась она выходом из Европейского союза Британии, чьей поданной была госпожа Эштон. Вообще непонятно, какую она, получается, тогда политику-то формировала на внешнем периметре Европейского союза. Естественно, про британскую. А учитывая, что Лондон вышел из ЕС и рассчитывал, видимо, он это сделать заранее, понимая, какая судьба уготовлена, в том числе и его руками, для этого объединения, для Евросоюза. Вот вам два конкретных примера. А таких примеров огромное количество. Я помню, кстати говоря, и вполне себе конструктивные потуги Европейского союза. Но они были сопряжены с коллективными усилиями. Та же самая иранская ядерная сделка. Там действительно Европейский союз был конструктивен, активен, но он был там не един. Он был там вместе с другими международными игроками. Но в целом, вот приведите мне другие примеры, которые могли бы сказать об обратном. При этом в Брюсселе предпочитают не думать о последствиях вот того шага на треке, и вами упомянутом для региональной стабильности. Из истории мы знаем, что миссии Евросоюза к реальному урегулированию не приводили. Еще раз, если вы знаете за последнее время удачные примеры, приведите их. Наоборот, я бы даже сказала, что у них не получалось не то, чтобы быть посредниками для других. У них не получалось отстаивать собственные интересы, себя как объединения и своих стран как членов. Опять же, вчерашнее заявление Борреля о том, что им придется заново научиться жить, выстраивать экономику и как-то выплывать из сложившейся ситуации. А кто ее сложил? Они. Они были посредниками. Они были запивалами в этой истории. Они полностью руководили, или они полностью взяли на себя миссию по поддержке антиконституционного переворота на Украине, обещая этой стране и ее народу светлое будущее. А потом они взяли на себя функцию модератора, одного из модераторов, соучастника реализации минских договоренностей в виде нормандского формата, конечно же. А чем это закончилось? Еще раз. Колоссальной их же катастрофой. И еще раз. Третий. Призываю почитать вчерашние заявления ЕС. Они сами для себя не могут добиться реализации собственных интересов. Что уж про других говорить. Поэтому мы исходим из того, что единственным ключом к примирению Баку и Ревана, установлению прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе является полная реализация трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Даты их заключения вы знаете. И поддерживаем регулярные контакты по этому вопросу с нашими. Продолжение следует.